Фаршированные перцы. Сегодня приготовим фаршированные перцы и другие овощи в духовке. Всем привет! Сегодня с вами еще Вивиен Настащий Гасконец. Эй! Гасконец! Сегодня приготовим фаршированные перец и фаршированные овощи. Блюда из Провенц, которые сделаются летние овощи. Вам потребуется овощи, может быть баклажан, перец, помидоры, зукини круглые, зукини обычные, может быть лук, может быть чемпиньон, фарш. У меня 500 грамм, 550 грамм фарш свиньей. Панировка, сделать панировку. Соль, 4 специи, паприка, перец, рыбкое масло, молоко, яйцо, розмарин, тимьян, трава. Чуть-чуть рис. Только чуть-чуть. Если нет промидоров, нет рис. Петрушка, лук и чеснок. Это для фарша. Мы не используем много риса в фарш. В каждой стране свое рецепт и свое традицию. Фарш. У меня свининя. Можно и свининя, и тельятина, и свинейна, и говядина, и баранина. Но курица это уже другой текстур, без жира. То есть нужно чуть-чуть жира. Берем нашу панировку, 75 грамм. Молоко. Положим молоко, сколько нужно, кто будет пить хлеб. То есть можно быть 100 миллилитров и 200 миллилитров. На 4-5 овощи можно один большой лук. У меня маленький. То есть я буду использовать полтора. Ну, это как один большой, но оставим кусочки для супа. Туда чеснок. Я очень люблю чеснок. Я положу вот это. Два зуба. Туда петрушка. Красиво большой петрушка. Быстро резал. Туда. И все разбиваем. Наш аромат готов. Я не очень люблю баранина. Потому что я ел много, когда я был маленький. У нас фарш это... To be sincere. Нет, фарш это из маленьких штук, которые называют chipolata. Как колбаса маленькая для барбекю. А зачем вот это? Потому что она лучше, чем фарш. Это без колоран, без краситель, без никакой bullshit внутри. И только с аромат, перец и сельдогерон. И она очень вкусная. Поэтому использую. 75 грамм хлеба. Молоко, которое пьет плюс-минус 100 миллилитров. Петрушка, чеснок, лук. И 550 грамм фарш. Теперь свой вкус. Мой вкус это фаршированный перец. Паприка. Это логически для меня овшин. Много паприка. Специи. Конечно, перец. Черный перец. Конечно, соль. Четыре щепотка. И одно яйцо. Теперь руками перемешиваем. Я, как вы видите, я использую много петрушка. Это пахнет. Это бомба. Бомба вообще. Вот фарш в шин. Мой лоз. Не будет сухой. Что я сделаю сейчас. Это не просто потому, что я хочу сделать. Это называется массе. Сделать отдельно все протеины. Перемешиваем. И все будет как загустит. Аккуратно все бактерия. Все быстро. Все очень чистите. Все очень хранит всегда. Теперь наш фарш в холодильник. Разработаем нашу зукини. И аккуратно оставим плюс-минус сантиметров. Потому что зукини, которые вы сразу берете из вашего огорода в дача или в рино, ковшин свежий, она молодая. Тогда сантиметр. А которые уже два недели стоят в огороде, она большая, не молодая. Чем поменьше, чем лучше или с другой, здесь другой рецепт из вот этой зукини. Так. Вот это я его бланширую. То есть бланширую это положить на овощин салоне кипящей водой. Два-три минуты, потом овощин холодная вода. Теперь баклажан. Резам чуть-чуть кусочек. Будет стабильнее. Баклажан я режу большой кусочкой, потому что она долго готовится. И врезаем тоже луку вверх. И все массы, которые остаются из овощей. Туда. Теперь тоже плюс-минус сантиметр. Потом вот так. Потом. Хак. Хак. В общем. Удобно. Убирай. Так. Баклажан, если мы бланшируем чуть-чуть, будет поменьше горки, будет тоже чуть-чуть побыстро готовиться. Это несколько секунд. Вот. Холодная вода. Нашу зукини уже два минуты. Оп. Тоже холодная вода. Маленький перец. Почему? Потому что если очень большой, будет готовиться долго. И больше в очень большое время, чем в другой овощи. Будет получать целую шапку. Валя. Аккуратно вот так берите сейчас. А это перец без семечки. Овощи молодой. Если у вас были семечки, конечно, убирай семечки. Хостик оставим. Помидоры. Это не самое красивое, помидоры, потому что... Помидоры это сложно, потому что если есть много сорт помидоры, вам нужен сорт, который из большой кожи. Оп. И потом овощи аккуратно. А, наш фарш перевернем из холодильника. И берем наш поднос. Оливки и масло. Оп. Первый берем наши помидоры. Туда положим шипотка рис. Только шипотка, то будет пьет вода из помидоров. И, конечно, фарш. И положим плотно, без воздуха. И хорошо примает. Положим еще раз шипотка. И туда. Баклажан посолить. И чуть-чуть масло. Потому что вот это не обязательно, но мы... Капельки рис. Капельки. И, до конца концов, наш перец. Вот. Чем у вас есть больше фарш, чем побольше можно использовать. Вот так. И теперь оливки и масло. Без кукни, из Ниццы, без масла. Пол лук, который стоит. Он будет чуть-чуть чернеть. Это что я хочу, когда будем заканчивать наш блюдо и наш соус. 160 градусов, 30-35 минут. И потом 220 градусов, 7 минут. Теперь нашу вошли в духовку. Остатки из помидоров, остатки из баклажан, из кукни. Томатный посадок, томатный конкасер. Помидоры в банке. Конечно, оливки и масло. Вот это будет соус. Чеснок. Вот так. Уже горячий сковородка. Баклажан пьет всегда очень вкусно, все масло. Убираю. Чембистра магу. Севада из овощи. Оставим без, тире мешевит, то будет сделать карамизат. И будем дегласировать с мяса из помидоры. А вот это будет вкус. Вот. Вот. Дегласили. Теперь, сол. Теперь, мы будем добавлять из-за чуть-чуть петрушка. туда сколько вкус есть и здесь хорошо убираем вот так соус посадка и будет пульшать наш соус который будем сервировать и наш форширование уши на медленнее огне 2-3 минут наш соус готов овощи ароматно очень вкусно вкус помидоры кислота вкус овощи петрушка розмарин и чеснок конечно и оливки и масло которое я буду давать свежий без готовится там сейчас наш овощи готов будем пожить до компанина большой тайка это будет добавить кислота или невкус ваш овощи фарширование наш фарширование овощи готов всем приятного аппетита